У нас время сейчас свидетельствовать за чудеса Бога. Пожалуйста, одно из свидетельств. Надежда Батьковна, ей пришлось расстаться с своим возлюбленным Николаем Александровичем. Помните нашего лидера группы «Порядка»? Помните, да? Сколько ему наделит было? 68, да? 68, 10 ноября. И как теперь все это прошло время? Вы имеете в виду что? Как похороны были? Я очень благодарна всем, кто участвовал в похоронах, потому что те ребята, которые занимались, они тоже верующие в ритуальными услугами. Они очень все четко делали. Они так успокаивали, они так поддерживали. Ну как-то не давали ни за что нервничать, ни за что волноваться. А само служение похоронное, которое вела Лена Гениатульна, Эдик, настолько было все слажено. Так, только пока я хотел бы сказать, что у нас здесь похорона тоже служение. И у нас пастора, служители ответственны за это служение. И потому, если, не дай Бог, где-то что-то случается, обращайтесь. Поможем и организовать, и вот провести это служение. Да, потому что он умер очень рано, без 25, он уже умер. А все это, ну вот последнее его дыхание, последние слова были, началось это 25, я зашла к нему, а он умирал. И я хочу сказать, что я в это время, без 25, около пяти часов уже позвонила Любовь Михайловичу. Мне так стыдно было рано звонить. Но у меня было такое состояние, мне надо было кому-то сказать. И я позвонила ей, я была очень благодарна, она так спокойно приняла. Она без всякого раздражения мне говорит, хорошо, хорошо. Я говорю, я смогу обратиться к вам, если что-то надо будет. Потому что я как-то растерялась, и я осталась одна. Дети у меня сейчас в Польше. И я, собственно говоря, очень растерялась. Но потом все так Бог устроил. Все так было хорошо, ну в смысле слажено. Мы утром с сестрой помолились, попросили Бога, чтобы он все привел в порядок. Потому что там немножко была ситуация такая, что нам мили полиция и врачи все разрешили, захоронение. А заведующая поликлиники уперлась, что врач три месяца уже не был у нас на посещении. И не давать справку на разрешение без вскрытия. Да, и она направила нас в один морг, а его там не приняли. Они приехали опять, а они там опять. И он мне звонит, Игорь, и говорит, Надя, что делать? Она сказала, куда хотите, туда и везите. Я говорю, не расстраивайся, Игорь. Я уже так перенервничала. Я говорю, не расстраивайся, Игорь. Я говорю, подойди к ней. Если она тебе так еще раз скажет, скажи, что ты просто оставишь этого покойника им там в поликлинике. Его душа уже у Бога. Если им нужно его тело просто, пусть они делают, что хотят. Но он подошел, так и и сказал. Она потом сказала, везите в наш морг. В общем, отвезли его в девятую больницу. В девятом морге его вскрыли. Бог так устроил, что мы бы могли только в пятницу его похоронить. Но, слава Богу, мы похоронили его в четверг, потому что каждая минута от этого состояния, оно хочется уже как-то предать все это земле. Я даже видела, как его дух выходил. Я вот насколько было, понимала, что он умирает, настолько было мне открыто это, что с последним дыханием, я даже понимала, что он уже все. Я позвонила сестре, говорю, у меня Коля умирает. Она говорит, Надя, звони быстренько скорую. Я уже в скорую позвонила, но скорая приехала, когда он уже просто, вот в эту секунду он умер, и звонок в двери скорая. Давайте протянем руки, помолимся. Господь Иисус, благодарны Себе, благодарны Себе за каждого брата и сестру, которые были на этих похоронных процессах. Господи, которые поддержали. Господи Бог Святой, мы призываем имя Твое Святое, понимаем, что Твое присутствие, Твоя сила была там. Господи Бог Святой, она знала, как жить вместе. Господи, но научи ей ее жить самой. Господи, Ты благослови, Ты благослови, Ты прославься, Отец и Сын и Дух Святой. Господи, аминь. Спасибо, Твое Святой. Благословение, благословение. Пожалуйста, кто хотел бы свидетельствовать, подходи. Можем коротко, не? Коротко? Да. Добрый день. Мне 11 мая сделали операцию, да, у меня была опухоль злокачественная в кишечнике. Злокачественная опухоль? Да, злокачественная. То есть, ну, что не подумаешь, что когда маленькая, там прыщик. Нет, там была большая опухоль, 10 сантиметров удалили к кишечник, и она кровоточила. Плюс там еще было множество доброкачественных опухолей, это дивертикулян. То есть вес кишечника изрезали, и сосуды тоже там. Может, подожди, может мы отменим сегодня пропасть? Нет. Я пришел, да, не славить это, болезнь, а славить Бога. То я сделал, полгода прошло, сделал, анализы прошел, был врач, я говорю, как моя анализа? То есть, подожди. Отлично. Вот ты как-то рак, и вот что рак? Да, ну, по заключениям, да, всех анализов, что-то рак был, да. И как ты эту добрую новость принял? Ну, написано, апостол Павел говорит, Иисус наша жизнь, смерть приобретения. Живем или умираем среди Господа. Я твердо стоял в вере, я в борьбе за свое исцеление. То есть, у тебя не было проблем с самим собой? Я самим, нет, нет, я твердо стоял в вере, я взял за свое основание. Как Лена приняла добрую весть, что в тебе мужа рак? Я взял за свое основание это молитву и Слово Божие. Я за жену спросил, а ты за себя. За жену? Да. Надо у нее спросить. Она тоже молилась. Я знаю, что я благодарю Бога, да, что вот я прошел анализы, полгода прошло. И у меня анализы... Как дети приняли, что в тебя рак? Дети. Дети веришь, папа сильный, что он выстоит. Ну, главное, что все дети и жена неверующая, они все с Богом, они знают, что Бог нас не оставит, не покинет. Бог говорит, я знаю моих, и мои знают меня, они оставлю, не покинут. Главное, что я знаю, что пастор молился за меня каждый день. Он всю церковь поднимал на молитву. Я знаю, что когда я был в больнице, на операции все за меня молились. Приезжал Джон Меттиус, они меня помазали елеем, помолились, руки возложили, там была конференция, вся церковь, она помолилась. И с этого дня я Бога благодарил, что пошло исцеление. Слушай, но не всегда же так бывает. Не всегда бывает. Когда рак, и вот ты сейчас стоишь, крепишь. Бог иногда проводит нас, проводит своими путями, чтобы нас, как бы сказать, укрепить и осветить. Я так считаю. Но главное, что для славы Божьей я пришел, чтобы не болезнь славить, а Бога славить, что я прошел анализы, и говорит, что анализы ниже нормы, то есть онкомаркеры, там для курильщиков 10, для курильщиков 5, а у меня 2,5, ниже нормы. И он говорит, все хорошо. Это раз, второе. Слушай, но у тебя вот случай был, что вот рак объявили, и когда уже объявили, что нет уже рака, вот как у тебя этот баланс вот этот? Ну мне еще и назначили химиотерапию, я отказался тоже химию делать. А ты отказался от химии? Да, отказался. И что? Ну как что, я каждый день до операции, после операции, каждый день молимся, и знаешь, что, ну, такая вера, не знаю. Так я поставил на карту всего, только молитвы и Слово Божие провозглашать. То есть, можно сказать, Бог тебя провел через это время или как? Да, через огонь. Через огонь. Через большое испытание, да? Аминь. Церковь, дайте Богу славу. Трудно, конечно, прям поверить, трудно. И, что я хотел сказать еще, что, где-то, ну, самое главное в церкви это пастор, потому что написано, пастор это пара образ Господа Иисуса Христа. И года три назад я молился, и Господь, можно мне поехать там в одну поездку? Бог говорит, пастор должен тебя благословить, говорит, он твое благословение. Я пришел, пастор меня благословил, я опять пришел к Богу, говорит, так и так, вот я был пастором, можно? Он говорит, да, теперь, говорит, можешь ехать, двери открытые. И поэтому, как я начал молиться, ну, понял, пастор, мое благословение, начал молиться каждый день, и Бог начал восстановить мое здоровье. Начал молиться за церковь, за духовный рост, и Бог начал поднимать мой духовный рост. Поэтому я предлагаю, в церкви каждый день молиться за здоровье пастора, за церковь, потому что церковь, пастор, не разделимы. Это одно и то же. Аминь, да. Поэтому... Я тоже в церкви. А? Я тоже в церкви. Да. Поэтому давайте помолимся прямо сейчас за нашего пастора. Молитвы единства. Можно? Дорогой небесный одец, во имя Иисуса Христа, мы приходим к твоему престолу милости и благодати. Молитвы согласия и единства. Просим здоровья крепко для нашего пастора, дух силы и крепости, дух мощи, божественного здоровья. Да, мы пустим, как хоть пошли ангелы, что они охраняли его днем и ночью. Вход и выход. Покрываем кровью Христа, нашего пастора, нашего церкви, нашу церковь. Мы плашаем Божье Слово, что обновляется подобно Орлу, юность твоя. То есть, когда церковь обновится, она будет летать в два раза выше, в два раза быстрее, будет видеть лучше, чем видела, будет слышать лучше, чем слышала. И поэтому я прошу Господь, что церковь наша была как полки со знаменами, победоносные, торжествующие, шествующие в победе нашего Господа. Пусть твоя исцеляющая сила всегда будет на церкви. Исцеляющая сила всегда на церкви. Господь Иисус, верим. Исцеляющая сила даже от рака. Господи, слава Тебе. Даже от церкови. Господи, верим в это, благодарим Тебя. И пусть враг будет поражен и посрамнен. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Говори. Приветствую церковь. Ты можешь коротко, да? Да. Такое свидетельство. Моя подруга, уезжая в отпуск, оставила мне ключи от квартиры своей, чтобы я поливала цветы, ну, ухаживала за цветами. Ну, пошла я поливать цветы, значит, прихожу, поднимаюсь по лестнице, прошу Господа, дай мне открыть дверь нормально, чтобы все получилось. Открываю один замок, нормально, слава Богу. Открываю второй, крутануло, и ломается ключ. Вынимаю. Ну да. И я в смятении, не знаю, ну, в таком смятении, я вам передать не могу. Кто-то был в таком время? Такое положение. Во-первых, доверила ключи, я их поломала, так. Потом цветы пропадут, потом подруге нужно позвонить, это я испорчу ей отпуск. Понимаете, столько мыслей, ну, кошмар. И еще. Ну, вот в таком состоянии ужасном, я, значит, прихожу домой, и слава Богу, в этот день ячейка, мы помолились, ну, для Бога нет ничего невозможного, выход всегда есть. Ну, а ключ, что с ключом? Сейчас расскажу. Значит, помолились, на ячейке так, я пришла в покой, вот как-то помолились, и я, значит, ложусь спать, говорю, Господь, ну что, как мне, Дух Святой сегодня пели, приди, Дух Святой коснись. И Дух Святой пришел и говорит, слушай, Ира, там у тебя магнитик есть, внука оставил, такой маленький, цилиндрический, ну, как раз, чтобы в дырочку это попал. И, значит, достанешь кончик ключа, который поломался. Да, я звоню Рустаму, договариваемся, слава Богу, за брата, он всегда меня выручает, это палочка-выручалочка. Так, чтобы вы ходите до Рустама. Всегда приходит на помощь, на первый зов, всегда никогда не отказывает. Ну, мы идем с ним, вот, значит, я беру этот магнитик, еще для того, чтобы он там смотрел, я беру этот магнитик, всовываю, и раз, и кончик прилип, я его достаю, кончик ключа. Молодцы, откровение. Представляете, как это, ну, Господь надо умеет, вот именно надо так сделать. И Рустам говорит, это кончик, Ира, это кончик ключа. Мне что-то со страха показалось, что вроде ключ больше был. Я говорю, да нет, там, наверное, там еще остался кусочек. То есть еще что-то хотелось бы тянуть. И, значит, я как раз, это было в субботу, в воскресенье, в церковь пришла, значит, молилась во время прославления. И со спокойной уже как-то душой я по скайпу связалась с подругой, вот, хотела, чтобы она, сегодня она отсутствует, чтобы она свои впечатления рассказала. Ну, она отнеслась нормально, говорит, там, позвони такому товарищу, я оставляла запасной ключ. И он пошел, проверил, открыл дверь. А дверь открылась, не надо было ни взламывать, а то мне уже такие мысли. Налилуйя, налилуйя. И взламывается. Дайте еще Богу славу. Слава Богу. Давайте прославлять Бога. Слава Господу. Да, да. Оля, можем коротко? Я коротко, да. У меня медицинское свидетельство и также финансовое, все вместе. Я была в командировке, далеко как бы от родного города, и, ну, просто ела чипсы, и почему-то вот у меня треснул зуб жевательный. Из-за чипсов? Ну, да, получается, из-за чипсов. Я как-то их так с удовольствием ела, и жевательный зуб получается предпоследний, такой крупный, ровно напополам. А я далеко, у меня паника. Думаю, ну все, ну сейчас инфекция, и вот вообще, у меня будет вот такая голова. Ну, понятно, начинаю молиться, созваниваюсь с подругой, а она стоматолог, и у них клиника в городе. И я переживаю, рассказываю свои переживания, она говорит, она как врач успокоила меня. Ну, конечно же, через пять дней я полоскала, все, я приезжаю в клинику. Оказывается, у меня не так все просто. Часть корня вместе с отколом уходит, там где-то три миллиметра, остается немножко корня. И она говорит, ну слушай, можно попробовать его спасти? Я молюсь, честно, я так боюсь стоматологов, ну, наверное, это самые страшные люди для меня в жизни. Я просто молюсь, я про себя, вот все, что я молюсь... Артем, ты слышишь, нет? Да, Артем, извини, пожалуйста, самый страшный, простите, пожалуйста. Это правда, она знает, что я ее боюсь тоже. Я ей всегда говорю, Юля, сделай мне укол, чтобы я просто-просто выключилась как-то. Она говорит, нет, я тебе не сделаю укол. Я говорю, как? У меня зуб напополам, корень, вот, ты же сама видишь. Я говорю, я тебе не сделаю укол. Я говорю, ну... И, в общем, в конце концов она все мне сделала, оказывается, все так серьезно, корень чуть-чуть остался, и получается на удаление. Я говорю, Юля, ну как на удаление? Ну, я такая молодая, как на удаление? У меня такая яма там будет, а потом 500 долларов, этот штифт, ну это вообще, говорю. Я говорю, она, слушай, ну давай попробуем, я молюсь, я просто, вот у меня единственная молитва, Отче наш, все, я больше ничего не помню в этот момент. Она начинает мне рассверливать зуб, у меня начинается кровотечение, у меня начинается слиновыделение обильное, вот это все летит. Она говорит, слушай, я, ну, я, я зову еще одного доктора. Приходит доктор, тут два врача, я посередине, я в сознании, у них совещание, один доктор работает над зубом, второй держит. И доктор один говорит, ну все, все, на удаление, тут кровотечение открылось, такие зубы мы не спасаем, а я понимаю, мне рассверлили, остался корень. То есть удаление, это операция, челюстно-лицевая операция, потому что нужно рассечь челюсть, достать корень, потому что мне полностью высверливают зуб, остается 20% стенки. И я молюсь, я просто молюсь, потому что я понимаю, я уже расслабилась даже. Обычно я схватываюсь за это кресло и такое ощущение, что вот я сейчас вместе с ним уйду. А в этот момент я расслабилась, просто говорю, Господь, и отче наш, больше ничего, отче наш и все. Сначала до конца, сначала до конца, сначала до конца, вот так вот в голове. Один врач трудится, продолжает трудиться. А второй врач уже говорит, ну все, на удаление, все, уже бросает инструменты на удаление, все, мы не хотим такие жертвы, какие жертвы. А я уже слышу слово жертвы, там оказывается, один врач где-то поцарапался. И в общем, тут моя голова, два врача, четыре руки и вот зуб жевательный. Я молюсь, я только молюсь. В конце концов, мне этот зуб заделывают, мне ставят внутренние штифты в сам корень. Внутренние штифты, чтобы вы понимали, мне спасают зуб. В каком плане? Мне спасают корень, то есть мне не нужно будет выращивать железо туда, в челюсть. И мне не нужно платить в районе 500 долларов за искусственный зуб. То есть мне спасают зуб ценой 1200 гривен, это со скидкой даже. Она мне говорит, ну слушай, мы тебе тут такое месиво было, у тебя будет 7 дней, там, в общем, катастрофа. Я молюсь, что надо купить, она то-то-то-то-то. В общем, на второй день, на третий же ела на ту сторону. Ну Господь, просто Господь. Я вот сидела и говорю, Господи, руки врачей благословил. Я просто молилась за руки врачей. Я понимала, что в этот момент я просто тело, материал, материал, который можно справить на удаление, которое можно что-то сделать. И Бог через руки врачей, потому что мы знаем, есть сверхъестественные чудеса. Многие из нас эти чудеса в своей жизни уже ощутили, когда Бог касается. Но есть чудеса руками врачей, хирургов, стоматологов. Это благословение, когда они идут на риски. Она пошла на риск. Она пошла на риск. Может быть, старший доктор сразу бы отправил на удаление. Она пошла на риск. И вот, 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 вот. Для меня это было слава Божия. И я просто благодарю Бога, что Господь дает талант, дает слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Боже, вся слава Тебе. Аллилуйя. И благословляет. Аминь. Да, да, да. Аминь. Слушай, наверное, вы последнее уже. И коротко. Здравствуйте, дорогая церковь. Быстро, коротко. В следующий раз. У меня была такая нужда. Я студентка. Она начала записывать лекции на диктофон. И у меня он поломался в такой нужный момент. И я так удивилась, что у меня не было такой сильной паники. Но я так доверилась. Говорю, Боже, реши эту проблему. И вот случилось так, что в понедельник мне надо идти, диктофона нет. Ну, я же думаю, ладно. Я там быстренько решила. Позвонили мы одному там мужчине. У него, ну, и слава Богу, мне за меня, спасибо Богу, братьям и сестрам помогали мне. Молились за меня. Даже деньгами благословили меня. И я так думаю, ну, слава Богу, должен быть. Тут еще и потом получилось, что дедушка сремонтировал мне старый. Ну, сказал, что он может поломаться в любой момент. Я говорю, Боже, все равно надо покупать новый. Созваниваем всему с тем мужчиной, который я новый нашла. А там на сайте одна цена. А он в два раза или во сколько. Ну, в общем, в один раз. Ну, короче, на 100 гривен дороже начал мне говорить, что у меня так. Хотя мы видели, что другая. Ну, потом все-таки на 50 гривен дороже. Ну, все равно дороже, короче. Мы так, ну, как-то все так, ну, неприятно. Аж как это, ну, так, ну, что это мы деньги, что у нас, ну, как бы, напользоваться мной хочет. Что, что мы эти деньги нажиться на мне, что ли. Ну, я такая спокойная. Думаю, ладно. Господи, все равно ты мне поможешь, думаю. И такая за него... И без за того, чтобы злиться, хотя я такой эмоциональный человек. Я сижу и молюсь, Боже, дай ему здоровья. Главное спасение. Благослови его, Господи. На следующий день он звонит и говорит. Ну, давайте за ту сумму, что и была на сайте. То есть не дороже, как оно и было, слава Богу. И теперь у меня тот диктофон новый, и еще и старый все-таки не поломался. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Игорек, уже надо коротко. Уже. Да, да. Вот, извиняюсь. Буду очень кратко. Давай. День, значит, представляем, знойный день. Температура очень высокая. То есть, это философское рассказывание. Это. Температура воздуха очень высокая. Я пас тогда стадо овец и коз. В Италии. В Италии, да. И подходит 12 часов дня. И очень интересное поведение, как ведут себя овцы, и как везут себя козлы и козы. Овцы, когда температура максимальная, они группируются, сближаются друг с другом, становятся вплотную. Но не это шокирует. Смотрите, что дальше они делают. Овечка соседняя. Вот я возьму пастора. Ага. Берет свою голову, голову, прячет под ногу. Ну, еще можно. Да. Еще день не прошел. Можно спрятаться. И так делает каждая овечка. Это первое. Второе. Они стоят уже, как единое целое, монолит. Солнце жжет и печет. Они стоят в мире, покое. И кушают при этом траву. Сытые, довольные и тучные. Аллилуйя. Аллилуйя. Как ведут себя козлы? Ты ж не обзывайся. А в Писании написано, Господь говорил. Хорошо. Помягче-то, да. Козлы. Да. Они, если взять каждого козла и поставить с овечкой, он в два раза выше. Они огромные, там породы. Что, и в церкви могут быть овцы? И козлы? Ну, я думаю, если Господь говорит. Да. Скажи соседу, ты да козел? Нет, нет. Мы все овечки. Мы все овечки, потому что мы все здесь. И рядом все дружно общаемся. И подаем руку помощи друг другу. Мы все овечки. Это точно. И, значит, козел, он прекрасен со стороны. Можно им восхищаться. Вы знаете, можно восхищаться. Я восхищался. Смотрю, какая стать, какие... Тут все это, плоти его, насколько он велик и красив. Но в этих условиях, когда жара, они бегают вокруг овец. И даже не могут повторить то, что они делают. Каждый единоличен. Каждый эгоист.